В видном сторонники «Единой России» начали реализацию федерального партийного проекта «За самбо». Пользуясь случаем, поздравляем нашего президента Владимира Владимировича Путина с днём рождения. Он также является мастером спорта по самбо, победителем Ленинграда среди мужчин, мастер спорта, авторитет, лидер наш. Стартовало мероприятие на стадионе «Металлург» с открытой тренировки, в которой приняли участие воспитанники клуба «Орлёнок». Выступают ребята на первостях Московской области, в всероссийских соревнованиях есть победители и мальчишки, и девчонки спорта. У нас сейчас идёт ремонт детского спортивного клуба «Орлёнка». Выделено порядка 20 миллионов рублей. Фракция «Единая Россия», в большинстве которой представляет себя депутатов, подтвердила финансирование этого ремонта. Мастер-класс провёл заслуженный тренер России Станислав Ионов. Он 17 лет возглавлял сборную команду СССР по самбо. Не надо думать, что я буду олимпийским чемпионом мира. Главное, что ты становишься здоровым, не болеешь, умеешь падать и умеешь себя защитить, и защитить своих близких родителей, если вдруг что-то случится. И самое главное, что это защитники родины потом. Ребята начали тренировку с разминки, продолжили разучиванием техник и методов, интересовались историей. Станислав Ионов рассказал об истоках создания и развития самбо в Советском Союзе и России, о своих победах и переживаниях, результатах и важностей этого вида спорта. И побеждать всех. А первые лепестки играли в судьбу пошли. Самбо еще не было соревнований. И я из этого сюда призывал. 12-летний Андрей Купавский занимается уже три года и принял участие в нескольких соревнованиях. Самое трудное, что ты должен понимать, как себя ведет соперник. И надо быстро принимать какие-то решения, чтобы его кинуть и получить одну победу. Одна победа, она решается. Чтобы получить желтый пояс, надо набрать 10 побед. У меня пока что три победы. Но у меня есть куда стремиться. Занятие продлилось около двух часов. Ребята активно потрудились и в завершении получили полезные подарки от местного отделения партии «Единая Россия». Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.